Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня у нас особый день, и мы не можем пройти в этот день мимо события, которому сегодня исполняется сто лет. Сто лет назад в городе Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, был расстрелян последний российский император Николай Александрович и вся его семья. И некоторые из слуг, которым удалось оказаться с ними в этот последний их час. Я говорю это так, потому что многие еще были другие слуги, которые хотели бы разделить с царственными страстотерпцами их последние дни, их мученическую кончину. Хотели бы и просто не дали. Они ее все равно, кто-то из них ее и получил чуть позже в другом месте. Но вот не все из тех, кто хотели быть с царственными страстотерпцами, не все оказались с ними в последний час их. И вот это событие, говоря о нравственном богословии, сегодня, именно сегодня, пройти мы не можем. Расстрелян российский император. Был такой в истории священного писания, священной истории персонаж. Первый израильский царь Саул, он был плохим царем, по всей видимости, ну и уж точно плохим человеком. Он отрекся от воли Божьей, в конце концов отрекся и от Бога. Он убил много священников и много гонений причинил хорошим людям. Он в последний период своей жизни бездарно воевал и погиб в бесславной битве, наблюдая собственными глазами гибель детей, которых мог бы спасти, но не захотел. И вся его семья была истреблена, и он знал это, и был виновным в этом. И закончил он жизнь самоубийством. И вот этот человек, Саул, он был помазанником Божьим. Его помазали миром на царство. Он был плохим человеком, но он был помазанником. И вот однажды, когда Саул погиб, некий человек, слуга, воин, слуга, скорее, выживший, в этой битве помчался к Давиду, который в битве участия не принимал, с тем, чтобы сообщить Давиду радостную, как он думал, новость. И сказать о том, что Саул убит. Но пока он бежал, что-то у него в голове перепуталось. И вместо того, чтобы сказать просто радостную новость, он решил слукавить. Давид ведь обрадуется, и наверняка обрадуется, что погиб его враг, долгий гонитель Давида. И решил приписать смерть Саула себе, мол, я это его убил. Это было глупо, неразумно, но вот так вот человек хотел выслужиться. И он прибежал и сказал, это я убил. Давид не очень ему поверил, он знал, что Саул все-таки при всех его недостатках был великим воином, а тут всего лишь слуга. Но сказал ему, я буду судить тебя собственными словами. Ты поднял руку на помазанника Божьего, ты не должен жить. Я не знаю, поднимал ты руку, не поднимал, но ты так сказал. И жить ты не будешь, потому что ты посмел поднять руку на того, кого Бог помазал на царство. И человека наказали за его собственные слова. Давид несколько раз имел возможность убить Саула. Он мог просто захватить его престол. Он-то был истинным помазанником, а Саул хотя и был помазанником, но Дух Божий от него отступил. Он был когда-то отмечен печатью Духа Святаго, но Дух Святой его покинут. И даже вот за смерть этого покинутого, оставленного Богом человека, праведник Божий, раб Божий взыскал. Взыскал кровь его с тех, кто посмел его убить, поднять руку на помазанника Божьего. Вот что же тогда было с теми, кто поднял руку на помазанника Божьего в Ипатьевском доме в городе Екатеринбурге сто лет назад? Убить помазанника, царя, того, кого Бог поставил на царство. Убить невинных людей и дети, там бывшие дочери его и слуги. Ведь они не виноваты ни в чем. Даже если вы лично ненавидите царя, они же не виноваты. Убийство ребенка, чего не сделали даже деятели Великой Французской революции, не посмели. Рука не поднялась убить наследника Людовика XVI. Он был в их руках, просто не поднялась. Все-таки ребенок. А здесь поднялась на всю семью, на невинных людей, на помазанника Божьего. Это преступление, это беззаконие, это бунт, бунт человека против, даже не царя, против всего божественного мироустройства, против всех законов, которыми тысячу лет жил русский народ, жила русская земля, против самой правды. И понятно, что этот бунт, это беззаконие открыло ворота таким потоком насилия, жестокости и крови, которые ни наша земля, ни мир не видел. И это не только зверство гражданской войны, не только. Это и голод 21-го года, и голод 33-го года, и большой террор, и Великая Отечественная война. Все это звенья одной цепи, все это последствия того, что в маленьком доме, в тогда небольшом городе, люди посмели расстрелять невинных людей, помазанника Божьего, и убить ребенка. И вот об этом нужно знать, для того, чтобы оценивать, ну хотя бы, если не исторически, то хотя бы с духовной точки зрения, все, что потом начнется. Все, что так, те страдания, та боль, то истязание и омовение кровью русского народа, которое потом началось. Но об этом нельзя не сказать. Но поскольку у нас нравственное богословие, говорить нужно не о том, говорить мы будем о другом. О том, какой нравственный урок дает нам эта царственная семья или царственная чета. Мне хочется сказать именно о том, что на самом деле вот это беззаконие расстреляло не просто частных людей каких-то вот, а которые кому-то не нравятся, кому-то нравятся, которые там кто-то может чем-то упрекнуть, а кто-то, наоборот, считает их достойными правителями. В данном случае хотелось бы отметить другое. Для убийц, как и для их заказчиков, для всех тогда находящихся в России людей, было без сомнения ясно одно. Именно без сомнения. Они знали это. Что они расстреливают людей очень глубоко верующих и очень высоко нравственных. Они знали это. Это было настолько очевидно в Тобольске, что вызвано нарекание караула, потому что люди, которые охраняли царскую семью, располагались к ним симпатией. Хотя изначально этой симпатии не было. То же самое пришлось сделать и в Екатеринбурге, поменять караул, потому что люди проникались в симпатии к своим пленникам. Хотя изначально тоже не было, была совсем другая установка, но ничего не могли сделать. Нравственное обаяние, нравственное влияние этой семьи и тех людей, которые с ними были, их слуг, оно было поразительным. И поэтому никто на самом деле тогда не сомневался, что они убивают людей верующих, очень глубоко верующих, очень по-настоящему верующих, и людей очень нравственных. Кто-то мог там и сейчас, могут тогда говорить, разные упреки делать, что государю императору, что государыне императрице, но никто не мог отрицать, что это люди, для которых вера есть самое главное дело жизни, а между собой, в личных и семейных отношениях они представляли образец нравственности. Именно вот расстрел этого образца, этого идеала, этой удивительной семьи, именно как семьи. Вот. Он не только породил хаос, который не кончился и сейчас в вопросах семьи, но этот акт дал нам икону семьи, образец семьи. Он дал нам знамя, на которое мы, люди, имеющие семьи, мы, мужчины, имеющие жен, или жены, имеющие мужей, люди, имеющие детей много, или имеющих мало, или не имеющие их вообще, но все то, что называется семьей. Каждая семья православная, не только русская, каждая семья может найти в этом хаосе, который начался с 17-го года, найти в семье последнего русского императора тот образец, ту опору, тот образ, на который можно равняться, и тот образ, к которому можно обращаться, чтобы они помогли нам создать и укрепить наши собственные семьи. И понятно, что говорить о нравственности семьи последнего русского императора можно много. Это правда очень такая насыщенная тема, содержательная тема, но формат нашей беседы не позволяет так много об этом говорить, и поэтому сказать всего лишь несколько основных моментов. Первое, это любовь. Любовь, которую любили Николай и Александр. Эта любовь была нежной всю их жизнь совместно. Она всегда была нежной с первого момента их супружеской жизни до последнего их момента. Они всегда были нежны друг к другу. Конечно, подумаешь, нежность, она так растиражирована, так показана в фильмах со всякими излишними подробностями. Но каждый пусть посмотрит на себя вглубь своего сердца и спросит, а мне можно прожить всю жизнь со своей супругой, сохранив нежное отношение к ней? А я так могу? Я могу сохранить нежность к своим детям? Я могу сохранить нежность к своей жене или к своему мужу? И спустя пять, и десять, и пятнадцать, и двадцать лет именно нежность. Не просто то, что я говорю, да люблю я ее или его, а нежность. Когда ты прикасаешься к человеку так, как будто ты прикасаешься первый раз. и смотришь его глаза, как будто ты смотришь первый раз. Это не добродетель, скажут многие. Нет, это добродетель, потому что любящий другого рожден от Бога. И признак христианской любви это любовь нежная. Мы видим и читаем, может, кому-то довелось и видеть, я видел, как старцы с нежностью любят всех тех, которые к ним приходят с нежностью. И это признак старца. Он очень нежный человек. Он смотрит в глаза с любовью. Он не может их отвести. Он готов утешить. Он прикасается к руке, чтобы пожалеть, вдохновить. Он обнимает чадо свое духовное, чтобы поддержать, чтобы вдохновить. Потому что апостол Павел говорит, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Нежность это признак божественной любви. И любящий другого рожден от Бога. Это мы настолько затерли это высокое слово любовь, с которым Христос обращается к людям, что разучились понимать, что оно такое есть. И ищем строгости, суровости, принципиальности, регористичности, чего угодно, только не любви, снежности. Мы не умеем разучились даже своих жен или своих детей или своих мужей любить нежно. Так посмотрите на эту царственную чету и попросите у них этого дара пронести всю жизнь свою супружеску это отношение друг к другу с нежностью. Как они это сделали? Наверное, их тайна, но если обратиться к ним с молитвой, они поделятся этой тайной и научат каждого из супругов, как сделать. Конечно, там были и письма каждый день писать, смски сожрали наши письма, и мы не знаем, как это делать. Ведь в смски трудно написать все чувства, а нежность начинается с искренности, с тем, чтобы рассказывать свои чувства, показывать свои чувства. Это же очень больно. Человек, показывающий другому свои чувства, открывается перед ним, раздевается перед ним, и он беззащитен, он доверяет себя другому, его такту, его чуткости, его терпению, его кротости, его нежности, его любви. В письмах это можно сделать, в письмах человек обнажает душу, но пусть мы разучились писать письма, так давайте не разучимся говорить слова. Трудно начать произнести второе, и третье, и пятое слово, но однажды, через год, через два, это станет легко, и каждый человек поймет, как же можно жить без нежных слов, в которых обнажается моя беззащитность, ведь я говорю человеку, что я без него жить не могу. Это же очень страшно сказать человеку, но другому человеку очень важно знать, что другой без него жить не может, а раз не может, я ему нужен, я ей нужен или я ему нужна, потому что он же без меня плохо ему будет, я не могу его бросить, он же беззащитный, он меня любит. вот это выражение чувств, слова, чтобы их произносить и смотреть в глаза, вот что может сохранить любовь, это же было, когда люди говорили друг другу важные слова и решали пожениться, надо просто это сохранить, надо беречь мужа, как берегла его Александра Федорова, это же страшно подумать, кому скажи оставить больного ребенка в руках врагов, чтобы пойти с мужем, его почти последним скорбным путем, это в каком фильме показать, это какими словами объяснить современному человеку надо, что она смогла это сделать, поколебавшись, но ушла с ним, она ему нужна, может это последний его путь, она хочет быть в последнем пути с ним, она его жена, она должна быть рядом, всегда, до смерти, и вот это рождает колоссальное доверие, колоссальное притяжение двух людей, которые и рождают, и являются свидетельством любви, и рождают любовь, которую смерть разлучить не может, у нее нет таких сил, второе, это вера, об этом тоже можно было говорить, и однажды я уже говорил об этом, хотя бы те книги, которые обнаружены были в Епатевском доме, с пометками, испещренные, взятые, не купленные в Екатеринбурге, или не взятые в местной библиотеке, или у сестерного Тихинского монастыря, привезенные с собой из Санкт-Петербурга, отправляясь в далекий путь, люди взяли с собой книги, Библию, Иоанна Лестничника, ряд других книг духовного содержания, аскетического содержания, учения, молитвы, и я всегда спрашиваю, себя спрашиваю, других спрашиваю, если завтра, завтра позвонят в твою дверь, и за тобой придут и скажут, собирайся, «Я возьму с собой Библию, мне придет это в голову, я вспомню о том, что это надо сделать, я не знаю, за мной еще пока не приходили, но я не знаю, как, что я сделаю, куда кинутся мои ноги, за что возьмутся мои руки в этот момент, но они вспомнили о ней, они не пошли в свое страдание без слова Божьего, о чем-то это говорит, вот вера, вот вера, подтвержденная в жизни, и они везде были с этими книгами, и везде искали молитвы, и везде жаждали причащения, это вера, и именно вера помогла Александре Федорове выйти из Тобольска, оставив сына, больного, сына, в руках тюремщиков, она, конечно, переживала за него очень сильно, но она умела, много чего пережила за годы болезни сына, она умела надеяться на Бог и полагаться на Него, вот этому учиться надо, доверять своего ребенка Богу, надеяться на то, что я не смогу его сохранить, нет у меня таких сил, но Бог-то может, это упование, это вера, это любовь, и третье, это, что может быть особенно актуально, и о чем, к сожалению, нет возможности сказать подробно, это воспитание детей, это ж сердце, кровью и радостью обливается, глядя в эти лица, в эти кадры, кинохроники, как вы так сделали, почему у нас так не получается, почему мы не можем своих двух, трех или четырех воспитать так, чтобы они любили друг друга, любили, чтобы они были лучшими друзьями друг для друга, чтобы им никто был больше не нужен, чтобы это был союз неразрывный, как эти четыре девочки Отма, как они так сделали, ну как же этому научиться, чтобы дети были дружными, чтобы они любили своих родителей, чтобы они уважали своих родителей, чтобы поссорившись, они без всякого наставления и вразумления бежали ночью к маме и просили прощения, потому что заснуть не могут, мамочку обидели, а мамочка не может заснуть и молиться, потому что дочка в обиде, это что ж за люди-то такие, это где же они такие-то взялись, это что же мы потеряли, какой навык воспитания детей мы утратили, что не можем, ведь у них в семье все отвечали за всех, каждый за всех отвечал, и все отвечали за каждого, это было в самом полновесном смысле слова семья, одно целое, действительно домашняя церковь, они были одним, неразрывным целым, настолько неразрывным, что ни злая воля, ни смерть, не смогли их разделить, ну что проще-то, ну в то ненавистное время, ведь так удобно разбить каждую девушку отдельно, в отдельную камеру, в отдельный дом, чтобы они общались, ведь понятно же, что они черпают друг от друга силы, разделить их надо, и они сломаются, не смогли, даже злое воле не могла, потому что любовь, которая их соединяла, объединяла, она стала превыше зла, сильнее смерти, и это мы изображаем на иконе, когда мы смотрим на семью царственных страстотерпцев, милосердие, как они научили девочек, мальчика своего, милосердие, это же практическое милосердие, это же не лекции, не беседы, не нотации, это введение в практику собственного милосердноделания, если мы говорим о том, что они были сестры милосердия, об этом говорят много, так ведь и Александра Федоровна была сестрой милосердия, нет, не тогда, не в 14-м году, а еще тогда, когда она и замуж не вышла, она умела это делать, она знала, как это делать, она радовалась это делая, и тому, что умела, чего понимала, и чему радовалась, научила своих девочек, но мало кто, об этом говорят много, и показано много, но вот праздник белого цветка, это праздник, который сейчас пытаются там как-то восстановить, вот они, девочки, царские, царевны, принцессы, они идут к туберкулезным детям, для того, чтобы их утешить, разделить с ними что-то, порадовать их, к туберкулезным детям, мы отпустим своих детей к туберкулезным детям, о каком милосердии мы говорим, это и есть самое настоящее практическое милосердие, люди доверяли Богу и знали, что ничего не случится, а если случится, то пусть лучше случится это, чем жестокое, не умеющее жалеть сердце, и последнее, что касается воспитания, это воспитание сына, ведь он больной, ведь любой ушиб может его убить, мальчик и ушиб, это же само собой разумеется, он бежит, он упадет, и он может умереть, любое внутреннее кровоизлияние может стать последним, такая болезнь, но он развивается, как все мальчики, он бегает вместе со всеми, прыгает вместе со всеми, это же доверие Богу, отпустить, если Бог не сохранит, никто не сохранит, но ребенок должен вырасти сильным, терпеливым, мужественным, он мальчик, вот этому всему нужно учиться у них, как воспитывать детей, как любить друг друга, как возлагать все упование на Бог, верить от первого своего дыхания, как Александра Федоровна, Николай Александрович, до последнего, и тогда действительно, перейдя от смерти в жизнь, они торжествуют, и этот торжествующий образ спасенной, сохраненной семьи, мы и видим, когда подходим к иконе, чтобы обратиться к ним с просьбой и с благодарностью за то, что они были в нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok